В воскресенье по инициативе Русского географического общества по всей стране прошла Всероссийская образовательная акция «Географический диктант». Самый масштабный, самый увлекательный урок географии и истории, который когда-либо проводился в Чувашии. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Образовательная акция «Всероссийский географический диктант» прошла по инициативе Владимира Владимировича Путина и приурочена к 170-летию со дней организации Русского географического общества. С помощью диктанта можно не только проверить знания нашей страны, но и напомнить о безограничных возможностях этой науки. Для большинства участников географический диктант – интеллектуальное развлечение, тогда как для организаторов этот проект – серьезное исследование. Цель – понять, как население знает географию. Вот этот вот диктант, он должен выявить основные пробелы и в образовании, и в госстандартах по географии. Ну а в целом это еще раз возможность посмотреть, насколько мы знаем нашу страну, потому что мы не можем любить то, что мы не знаем. А это и есть воспитание патриотизма. У географического диктанта география самая широкая. Вся страна от Дальнего Востока до Калининграда. Написать его мог любой желающий, прошедший онлайн-регистрацию. Тема первого диктанта – «Моя страна – Россия». Его участникам пришлось за 45 минут выполнить 25 заданий. Диктант состоял из трех больших блоков, в которые входили теоретические понятия «карта» и географический образ страны в произведениях русской культуры. Мне всегда была интересна география. Это был одним из моих любимых предметов в школе. Написав диктант, сейчас понимаю, что в принципе знания какие-то еще и у меня есть. В Чувашии диктант написали 781 человек, в том числе и 13 учащихся коррекционной школы. Самым младшим участникам было всего 8 лет, а самому старшему 79. Каждый участник получил персональный номер, по которому после 10 декабря на официальном сайте Русского географического общества можно будет узнать свои результаты. Мария Леончик, Расиль Мухаммедов, Республика.